Послание президента страны федеральному собранию обсуждают сейчас на всех уровнях. Напомним, что в церемонии оглашения участвовала делегация из Чувашии во главе с Михаилом Игнатьевым. Сегодня о ключевых моментах этого важного документа говорили на еженедельном совещании в Доме правительства. 73 года не предел. Это касается среднего возраста, продолжительности жизни россиян на сегодняшний день. В своем послании президент России поставил четкую задачу увеличить этот показатель сначала до 76 лет, а потом к 2030 году и вовсе выйти на 80. Сейчас самый высокий показатель продолжительности жизни за 80 в Японии, в Швейцарии, в Германии, в Чувашии чуть менее 72. Глава республики отметил, что регион уже принимает меры по улучшению этого показателя. На здравоохранение из федерального бюджета выделена внушительная сумма в размере почти 18 миллиардов рублей. Эти деньги направят на ремонт детских поликлиник, на строительство новых ФАПов, на приобретение передвижных медицинских комплексов и лекарств. Еще один важный момент – борьба с бедностью, подчеркнул глава Чувашии. В ближайшие годы в детских садах появятся ясельные группы. Чтобы матери, решившие продолжить работу, могли отдать ребенка раньше трехлетнего возраста. В регионе запланировано 2500 мест для таких малышей. Они будут создаваться в ныне действующих детских садах и в тех, которые построят к следующему году. Только в 2018 году Чувашия получит из федерального бюджета 819 миллионов рублей на строительство 11 дошкольных учреждений. Будут благоустраиваться города и поселки. В этом году продолжится реализация президентской программы «Безопасные и качественные дороги». И наша задача перед прежде всего органами местного самоуправления, перед министерством транспорта и командой его – начать работу в мае месяце. И плану в таком режиме к зиме все сделать и эффективно, и качественно благоустроить, отремонтировать и построить дороги, где на самом деле мы обязаны это делать. Около 270 миллионов рублей пойдут на реализацию другого приоритетного проекта – формирование комфортной городской среды. Сейчас на местах необходимо сформировать дорожные карты по каждому министерству, подчеркнул глава Чувашии. Татьяна Трофимова, Игорь Зверев, Республика.